Синие проблесковые маячки прокладывают спасателям дорогу к Щелковской гимназии. Но это не тревожный вызов. Пожарные едут навстречу к детям. Повод более чем уважительный. 1 марта – Всемирный день гражданской обороны. В этой машине находится вода. В данной машине находится 3 тонны 200 литров. Получается, также в машине выводятся рукава, различные ПТВ. В этой автоцисцерне, адаптированной для городских условий, пожарные возят дыхательный аппарат, чтобы пользоваться им в задымленном помещении. Гидравлические ножницы – незаменимый инструмент для вызволения людей из-под завалов. Механизмы в действии дети снимают на мобильные телефоны. День гражданской обороны в Щелковской гимназии проходит насыщенно и интересно, ведь за моей спиной полностью экипированный аварийно-спасательный автомобиль. Ну а это полноприводная автоцисцерна емкостью более 3000 кубометров. Этого объема воды достаточно, чтобы потушить пожар в любой Щелковской квартире. Спустя секунду и мощная струя из бронзбойта взметнулась в сторону воображаемого огня. Все движения пожарных отточены до автоматизма. На данный момент это, можно сказать, одна из самых лучших машин в России, отечественного производства, да, скажем так. На ней можно проезжать в городе, там, обещать какие-то пробки, заехать там на тротуар, да. И вот отряд готов отправиться на следующее задание. Детям на несколько минут дают посидеть за рулем пожарной машины. И непременно под сигналы сирены. Мальчишки почувствовали полный восторг. Мне прямо нравится, потому что в ней прямо удобно так. Если вдруг какая-нибудь не очень ровная дорога, а надо же спешить, там есть ремни для этого. Что нужно сделать, если вдруг ты заметил, что возник пожар? Что надо сделать? Надо позвонить либо 112-112. Это будет служба и газовая, и полиция, и все остальное. День гражданской обороны – это не только смотртехники, это лекции, практические занятия, смысл которых один – сохранить людям жизнь в чрезвычайной ситуации. Мы стараемся постоянно приглашать силовые ведомства для того, чтобы наглядно показать учащимся гимназии, что такое служба, как она проходит, как ликвидируют последствия чрезвычайных происшествий, как их предотвращают. У нас очень тесно налажено взаимоотношение и взаимосвязи со всеми муниципальными, дошкольными, школьными образовательными учреждениями района. Надеемся, что и впредь данная практика войдет в систематизм. Пока существует система гражданской обороны, мы все можем чувствовать себя спокойно. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».